Всем привет! Я Лиля и добро пожаловать на мой канал! Что-то давненько у нас с вами не было подобного видео, вы по названию уже поняли, что это будут покупки second hand. А все почему? Потому что я туда практически перестала ходить. Вот как-то так случилось, потому что в последнее время какой-то ассортимент не очень в магазинах, мягко говоря, и цены просто стали какие-то космические. Я не понимаю, за счет чего образуется это ценообразование, почему такие цены на б.у. вещи, да, second hand это как б.у. вещи, вторые руки. Иногда, знаете, проще купить в магазине по той же цене или даже дешевле на каких-то скидках, на каких-то распродажах можно за эти деньги купить новые вещи. За это время я успела изучить какие-то интернет-магазины, выбрала для себя что-то новое, интересное. И в second hand я почему-то стала очень редко заходить, но все же у меня насобиралась небольшая куча вещей, которые бы я хотела вам сегодня показать. Я знаю, что вам нравятся такие видео, тем более у меня давно такое видео не выходило на моем канале, и мне нужна ваша поддержка в виде ваших лайков, в виде ваших комментариев. Я буду всем очень благодарна. Поэтому, если тебе нравятся такие видео, если ты обожаешь second hand, то обязательно ставь пальчик вверх. А мы с вами начинаем. А хочу я начать вот с такой вот кофточки. Я на самом деле не люблю такие кофты, не люблю вязаные теплые кофты. Я всегда ношу что-то такое легкое, даже зимой под тот же пуховик, под теплую куртку. Я стараюсь надевать такие кофточки почти как майка. Она просто немножко более толстая и с длинным рукавом. Но всякие такие вязаные я не люблю. Но почему-то меня привлекла эта кофточка. Вроде бы, кажется, ничего такого сверхъестественного, но она мне как-то понравилась. Такой грязно-розовый цвет и белая полоска. Рисуночек вот такой. Я ее надела, наверное, раза 3-4, постирала. И, как мне показалось, она просто растянулась. Я не знаю, в чем проблема. Либо это машинка моя растянула, либо это просто вот такая вот вязка, такая нить. Что мне показалось, что она растянулась. Но так кофточка хорошая, комфортная. Здесь рукавчик 3 четверти, даже, наверное, чуть длиннее. То есть не до самой кисти. Но я хочу, чтобы вы оценили, посмотрели. И напишите, как вам эта кофточка смотрится на мне. Нормально или нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Следующая вещь. Я уже как-то ее показывала в одном из своих влогов, когда я была в секонд-хенде, в примерочной. Я вам показывала вот это вот платье. Мне оно очень понравилось. Оно такое простое, легкое. Его можно и дома носить. Его можно и куда-то на пляж надевать. В общем, платье на все случаи жизни, как мне кажется. Здесь резиночка. Длина хорошая. Цвет очень красивый, такой яркий, прям летний, сочный. И мне кажется, что это, наверное, практически стопроцентный хлопок. Я не любитель платьев, но оно меня чем-то привлекло. Поэтому я решила его взять. Субтитры сделал DimaTorzok Следующая вещь, которая меня очень заинтересовала там. Она, причем, была совершенно новая, с бирочками. Но так как я уже ее успела поносить, постирала несколько раз, то бирочки на ней уже нет. Это вот такая вот ночнушка, да, ночная сорочка. Я не знаю, как правильно ее назвать. Красивый такой нюдовый цвет, бежевый. Какие-то кружева. Но качество я не скажу, что супер. Это, мне кажется, даже нету на ней даже никакой фирмы. Но она мне понравилась. Она идет с подкладом. То есть она просвечивать не будет. Такая тоненькая подкладка. Длина хорошая, лямочки регулируются. Здесь красиво лежит на груди. В общем, новая вещь, почему бы не взять. Вот честно, я не люблю в таких вещах спать. Я люблю больше пижамы, шортики и маечки. У меня почему-то все эти ночнушки, да, они почему-то во время сна поднимаются прям вот до груди сюда, закасываются, и это как-то смотрится некомфортно. Поэтому я ее взяла, ну, даже, наверное, просто дома носить, нежели я в ней буду спать. Но вы посмотрите, как она мне смотрится. И напишите свое мнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее еще одна новая вещь, которую мне удалось там найти. Это уже вот такие вот шортики. Вот так, наверное, правильно. Они довольно длинные. И я их покупала, даже ценник еще не отрывала, чтобы вы видели, здесь 9,5 рублей белорусских цена. А я по скидке купила их там за 9, наверное, была еще какая-то скидка. И это совершенно новые шорты. Здесь вот есть оригинальная бирка на них. Я специально не отрывала, специально их еще не носила, не мерила, не стирала, чтобы вы могли увидеть, увидеть, что действительно в секунде можно найти очень неплохие новые вещи. Если хорошо искать, если знать, когда их искать, то можно все найти. Очень много маечек, очень много платьев. Поэтому, девочки, ищите, заходите. Вещи действительно есть достойные. Но нужно уметь их выбирать. В общем, вот такие вот шорты. Как мне показалось, мне будет очень комфортно ходить дома. Я взяла их именно для дома. Там, например, на дачу куда-то поехать. Так, а что у нас здесь за состав? Мне кажется, что здесь хлопок с чем-то. Так, сделано в Индии. А нет, 100% вискоза написано. Но они классные. Такой цвет зеленый. Хороший. И здесь, кстати, есть еще карманчики. Как я бегаю в ней. Мои секреты там, we can live everywhere. Просто ты и я. Я бегаю. Я бегаю. Я бегаю. Я бегаю. Я бегаю. Следующие шортики, которые я уже активно ношу дома вовсю, они более такие теплые, более зимние, тоже хорошая длина, полосочку, какие-то фирменные шорты, я честно не знаю, что это за фирма, что это вообще такое, если знаете, напишите. Хорошая, комфортная, здесь, мне кажется, тоже что-то есть натуральное, тепленькие, на холодное время года, мне кажется, летом не будет жарко, тоже есть кармашки, здесь вот можно затянуть, все регулируется. Люблю такие шорты носить дома, они реально крутые, классные, комфортные, я всегда за комфорт. Субтитры сделал DimaTorzok Еще одни шортики, которые я также уже успела поносить, они чем-то похожи на предыдущие зелененькие, только немножко покороче. Тоже легкие, красивый такой цвет, синий. Здесь тоже есть завязки, которые регулируются, это у нас папайя, их можно также и на пляж носить, и просто летом носить куда-то, и дома. В общем, классные шорты на все случаи жизни, как я говорю, можно их надеть везде, немножко покороче, более-таки классные, крутые, так что я с удовольствием буду их носить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напоследок у меня осталось две пары джинс. Покажу вам сейчас первые из них, это даже джиггинсы, как я люблю, на резиночке вот тут, красивый такой голубой цвет, немножко есть потертости, зауженные к низу, высокая талия, хороший джинс. Это Флоренс Фрид, частая фирма, я часто встречаю ее в секунде. Сзади кармашки, обычная такая классическая модель. В принципе, я люблю джиггинсы, они удобные, комфортные, нет никаких замочков, нет никаких пуговиц, нигде не жмут, не давят, особенно если вы куда-то ездите, в дорогу, в путешествие, в машине, очень комфортно таких вот находиться. Но почему-то именно вот эти вот джиггинсы на мне как-то не сидят, точнее они сидят вроде бы неплохо, но при ходьбе начинают с меня почему-то сваливаться, сползать. Мне становится некомфортно, либо это размер немой, может быть они мне велики, или может быть наоборот малые, непонятно. Но почему-то они с меня съезжают, мне некомфортно, я наверное их кому-нибудь отдам, а так джинсики хорошие, в идеальном состоянии, я даже не скажу, что они там какие-то бу, реально крутые. Вот что-что, а с джинсами мне в этом секонд-хенде, в который я хожу, очень везет, я там постоянно могу купить себе какие-то классные джинсы, причем недорогие, потому что цены у нас сейчас на джинсы ого-го, а эти вот, к сожалению, мне не подошли. Но я думаю, кому-нибудь их отдам, кто-то будет носить с удовольствием. И последние джинсы, которые мне очень понравились, я их еще купила, наверное, зимой, увидела и подумала, что летом я их точно надену. Тоже такие светлые, немножко чем-то похожи на какие-то варенки или с потертостями. Здесь вот есть небольшие потертости, очень такой красивый голубой летний цвет. Кармашки. С обратной стороны тоже есть кармашки. Это фирма Сейсил, да, я не знаю, правильно я читаю или нет. Вот здесь вот тоже можно увидеть лейбочку. И здесь вот, посмотрите, сбоку идет как такой лампас, или как назвать. В общем, очень красиво смотрится. Я в них вот прям влюбилась. Только их увидела, поняла, что я должна их взять, если они мне подойдут. Они немножко более широкие, чем предыдущие джеггинсы внизу. Но я их с удовольствием буду носить, подкасаю, и это смотрится сейчас реально круто. Так что джинсами этими я вообще довольна на все 100%. Обязательно буду сейчас вот их носить. Вот такие вот покупочки у меня были на этот раз. Пусть их немного, но мне кажется, самое нужное, самое необходимое. Напишите свой комментарий, оставьте свой отзыв, что вам понравилось больше, что вам не понравилось. Обязательно поделитесь своим мнением внизу в комментариях. Мне будет безумно приятно все это почитать. И не забывайте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Ждите моих новых видео, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч, увидимся совсем скоро. Пока-пока.